В продолжении истории большого подорлика Адуванчика, на которого в 2019 году был надет GPS-трекер, пришла пора узнать, как он перезимовал. Из участвовавших в проекте четырех подорликов, к весне 2021-го осталось уже только двое. О гибели одного из них от контакта с ЛЭП упоминалось в предыдущей серии. Еще одного не стало осенью 2020-го. Он погиб от неустановленной инфекции. Но подорлика Адуванчик, за жизнью которого мы следим почти самого его появления на свет, к счастью, жив и здоров. В предыдущем репортаже мы попрощались с ним в конце лета возле Бежицка в Тверской области, откуда он, как и множество других птиц, должен был отправиться на зимовку. Но этой зимой он не полетел, как это свойственно его виду, зимовать на Ближний Восток. В этот раз Адуванчик остался гораздо севернее, на границе Краснодарского края и Адыгеи, где зимуют и другие хищники. Курсируя вблизи долины Кубани, он останавливался то тут, то там. В конце концов, он зазимовал на севере Адыгеи, рядом с аулом Тахтамукай и небольшим водохранилищем. Тут он и провел почти всю зиму. Здесь же, с наступлением весны, я и встретил старого знакомого. Но, как и в прошлый раз, интересна не только встреча с самим Адуванчиком, но и с теми, кто его здесь окружает. К концу марта, в лесах Адыгеи, уже во всю цвету первые весенние цветы. Идет пролет различных птиц. Кулики сотенными стаями суетятся на водоемах. Они летят издалека, и это лишь одна из многих остановок по пути на север. Разлившееся водохранилище, так понравившееся Адуванчику, становится пристанищем для множества водоплавающих птиц. Черки и лысухи бороздят образовавшееся на месте луков мелководье. Самцы лысух иногда устраивают драки. Можно здесь встретить и пролетных лебедей, путь которых лежит далеко на север. В тростниках скрываются цапли, как обычные серые, так и белые. На открытой воде водохранилище, вовсю придаются брачным ритуалам чонги. Над тростниками парят различные хищные птицы. Рассмотрим их повнимательнее, ведь судя по данным трекера, наш Адуванчик часто бывает здесь. Вот болотный лунь, идет низко, почти над самыми тростниками, высматривая добычу. Коршуны периодически также патрулируют заросли. Вдалеке, над полями, видны и другие хищники. Как и на осеннем пролете, их тут довольно много, и найти среди них Адуванчика будет непросто. Но подойдем к ним поближе, так как у водохранилища нашей птицы явно нет. Вторая точка, где наш подорлик часто подолгу находился, это окрестные поля и рисовые чихи. Над ними, как над болотом, стоит влажное марево из-за обильного испарения. Здесь тоже иногда бродят цапли и другие птицы. В воздухе тут и там видны хищники. Некоторые заняты брачными играми. Другие ссорятся с соседями. Кого здесь только не. Конюки. Луни. Подорлики. Беркуты. И даже орлан-белохвост. В сехах привлекает сюда обилие добычи, которая кормится после уборочными остатками или посевами. А вот, кажется, и одуванчик. На спине что-то ярко-белое, похожее на передатчик. Но нет, ошибка. При внимательном рассмотрении видно, что это не передатчик, а просто светлое пятно на оперение. И такое может случиться в подобной толчье. Значит, это не наш подорлик. Поищем его еще среди этого множества. А вот это уже действительно одуванчик. Контуры передатчика отчетливо просматриваются. Окраска птицы чуть поменялась с нашей последней встречи и стала еще больше походить на взрослую. А одуванчик благополучно пережил свою вторую зиму. При этом перезимовал в необычных северных широтах. Зимой морозы здесь несколько раз опускались ниже минус 10 градусов. Но, видимо, пищи было достаточно, так что все обошлось благополучно. Благодаря нашему подорлику и системе отслеживания нам стало известно уже о втором крупном пролетном скоплении хищных птиц. Надеюсь, одуванчик еще раскроет нам немало птичьих секретов. А пока пожелаем ему хорошо провести время. До нашей следующей встречи.